Петр Порошенко Почему когда у Америки проблемы, их спасают супергерои, а когда у нас проблемы, то к нам присылают каких-то там американских военных. Я всю жизнь смотрю американское кино и знаю, что американские военные это фигня на постном масле. Единственное, что они умеют, это драться в барах и половина из них геи. А как только начинается серьезная заваруха, они сразу попадают в какую-то задницу. Их самолеты сбивают, военные гибнут, танки горят. Со времен Рэмбо и Командос в Америке не родилось ни одного толкового морского котика. И всю работу по спасению страны берут на себя то Годзилла, то Трансформеры, то Железный Человек. Или Зеленый Фонарь, например. А военные, они там бестолковые. И зачем их нам прислали? В Украине уже две недели анонсируют Мстителей. А вместо них прислали каких-то там пацанов в беретах. У нас жестоко наиболее, ребят. И мне странно, что президент Порошенко этого не замечает. Я требую, чтобы этих неумех отправили назад, а к нам прислали нормального американского супергероя. Я не против Росомахи. Отряда мутантов там, например. Можно Капитана Америка, пусть он приедет. Хотя он не очень мне нравится, у него только щит. Пусть пришлют Халка, он умеет уничтожать танки. На неделю пришлют и все, мы всех победим. А вот с этими людьми в камуфляжах, ну нет, нам ничего не светит. Это Любеншо, ребят. Вы наверняка все помните такого веселого парня. Это Супер Васыль. У него была одноименная рубрика у нас в Любеншоу. И потом он пропал. Пропал ненадолго. Дело в том, что Супер Васыль менялся, как и все прогрессивное человечество. И теперь он не Супер Васыль, а Золотой Батон. Пока что Золотой Батон это новая рубрика в Любеншоу, сайт и группа Facebook. Но в ближайшее время мы надеемся вырастить этот проект в полноценный, самостоятельный формат. Так, пока Золотой Батон не вырос, будем использовать его здесь, в своих издевательских целях. И сегодняшняя история от ведущего рубрики, Васыля, вас, надеюсь, очень повеселит. История состоит из четырех частей. Первая часть этой истории народный депутат Юрий Тимошенко обвинил всех украинских политиков в том, что они прикрылись простым народом, отправляют детей простых граждан Украины на войну, в то время как их собственные дети учатся за границей и наслаждаются жизнью. Я против того, что в стране существует такой умовный подел на простых и рафинованных. Я против того, что на фронте должны воювать только селяны, работники и их дети. Я против того, что дети рафинованных не воюют, а учатся где-то по закордонам. Я против того, что президент Украины послал своего сыночка в Верховную Раду депутатам, в тот момент, когда тысячи чужих детей послал помирать на передову. Я за справедливость в стране. Юлия Володимировна, я вас бесконечно поважаю, дуже поважаю. Але знаете, когда вы тут говорите, стоять на фронте, стоять до останнего, я пропоную згадать вам, у нас в батальоні Кульчицкого десятки дівчат воюють героїчно, мають найвищі нагороди державні. Посліть свою дочку Юлю на фронт воювати, і я перший вам вклонюся, і буду аплодувати кожному вашому слову. Я против того, что нема кому воювати на фронте, і ми вже маємо забирати батьків від своїх дітей-інвалідів. Я за те, щоб всі по рівну, по-честному, і батьки-мільйонерів, і діти-мільйонерів, щоб всі воювали. Дякую. Вот, благородно, сразу видно честного, порядочного депутата, який, наконец-то, появився в Верховной Раді України, і висказав всім цим негодяям в лицо все то, що ми о них думаємо. Человечище, да? Якби не одно «но». А чому тоді ваш син зараз знаходиться в Лондоні? Мій син не поїхав у Лондон вчора, і місяць назад не поїхав. Мій син поїхав у Лондон уже ще в минулому тисячелітті. Він не рафінований? І свого сина. А як він може бути рафінований? Син простого солдата. Такой вот неожиданный поворот. Хто би мог подумати, що борця з мажорами – син мажор. Юрий Тимошенко получає одразу кілька призів. Первий приз – «Золотой батон» за честність і порядочність в першому відео. Вторий «Золотой батон» за лицемерие во второму. І третій приз як «Лучший в Раді» под Ліза. Друзі, я прошу побачення за дуже прикрую помилку. Я прошу побачення перед Петром Олексійовичем і особливо перед його сином Олексієм. Я не знав, що він теж воював. Пробачте за емоцією. Просто завтра мій взвод. Мої побратими їдуть на фронт, а я лишаюся тут. Чую себе дезертиром, чую себе зрадником. Забув, забув. Вибачте, перед Юлією Володимирівною, перед її Женєю. Щирі прийміть, щирі. Вибачення, дійсно. Це просто емоції. Пробачте. Я вас дуже любив, уважаю. Все золоті батони этой неділи уходять на народному депутату Юрию Тимошенко. Поздравляємо його з цим. І з тим, що він яркий представитель української політики. Самий настоящий, рафинирований, я би даже сказав, колерований народний депутат. Ещё один депутат на этой неділи прокололся. І ми поначалу йому хотіли віддати золотой батон неділи, але потім решили, що цьому парню більше підходить премія Дарвина. І якщо хто не знає, премія Дарвина – це премія за смерть, яка повлекла за собою глупість самого умершого. Т.е. премія тем ідіотам, які погибли від собственного ідиотизма. А вони стреляють себе в голову на спор, например, а також на спор отпиливають її себе бензопилой. Был і такий случай. Реально. Андрей Мирошник – народний депутат от партии «Самопоміч». Це партия, яку сколотил мэр Львова в противовес другим партиям. Так вот, Андрей Мирошник дуже неаккуратно читав переписку в своєм телефоне, знаходясь в сесенном зале Верховной Рады. І фотографи, подлеці такі, сфотографували цю переписку і ввесіли в інтернет на всеобщее обозрення. Воє, переписок було дві. В одній переписці депутат Мирошник называв жінчину с отличним от імени його жіне – «любимій». А во-вторых, хвастав тем, як планирують скрысити 60 тисяч гривень у брата, своєй жіне. Інтимна історія любовних похожденьей мне зовсім не інтересна, тому що ми, мій, всі козли, і всі жінчини об цьому знаєт, але завжди дивляться, як в перший раз. А втарія історія – яркий пример того, що депутаты – це ті люди, для котрохи немає нічого святого, в тому числі і сім'я. Красть у близьких – «последнє дело». І навіть не «последнє», а «последнє» «последнєго». І якщо народні депутати так відноситься к близьким, то представте, як їм похуй на нас, на абсолютно чужих їм людей. В связі со скандалом «Мирошник» сложив в себе полномочия депутата, і сама поміч садового таким нехитрым образом попыталась смыть с себя грязне пятно депутата-крысы. Получилось или нет? Поживем, увидемо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё одна історія о жадності і самолюбований. Зам'ятитель генпрокурора Давид Сакварелидзе рассказал о том, що ему предлагали в качестві взятки 10 млн гривень в місяць, але він відказався. Такий вот благородний чоловік у нас в країні работает. Отказався от 10 млн гривень в місяць, то есть от 30 млн гривень в квартал, то есть от 120 млн гривень в год, що приблизительно 5,5 млн гривень в доларах. Ми веримо, да. Ну а раз сказав, да, що так і було, значить так і було. Але про взятку Сакварелидзе рассказал, а о том, хто ему її предлагав, не рассказав. Причем його очень просили, розкажи, але він ні в якому не скажу, хто предлагав і все. І ми тут подумали, і нам показалось. Уверені, що це не так, що хтось другої на місці Сакварелидзе в такой вот історії про 10 млн гривень, яку не взял, просто дал би понять іншим, що він стоїть 15 млн гривень в місяць, і з 10 млн гривень в нього нечего соваться. Але це хтось інший. Давид наверняка просто відказався від цієї взятки, також як і відказався, я напомінаю, відзвучити імя того, хто їм її предлагав, тому, що це секрет. А ще Сакварелидзе сказав, що у нього зарплата 6 млн гривень в місяць, це дуже мало. А сьогодні у нас в гостях знаковий чоловік, це художник, режиссер, сценарист, історик, в някій мере філософ, як я понимаю, і в останнє час, і політик в тому числе, це Марк Гресь. Чоловік на документальних фільмах, я вырос частично, і не тільки на документальних. А я состарился. Ну, виглядеть того, и хорошо. А в наше время, неважно, сколько лет, главное, как выглядеть. А я считаю, що с вашим уходом з центральних каналів, як ведущего, закінчилась епоха просветительського телевидения в Україні. Вот я це сказав, ви це услышали, ніхто после вас не занимається образованням зрителей. А мне ніхто, кроме вас, до этого подобного не говорили. Ну, вот видите, я буду первым. І надеюсь, що после того, як це услышать всі остальні, задумаються об цьому, вони вам повторять теж. Що ви готовы зробити за 120 млн гривень в год, Марк? Скажіть, пожалуйста. Просто, вот, мы, как бы, рассуждали о бывшем замістителе, вернее, о господи, бывшем, не дай Бог накаркать, а нынешній замістителе генпрокурора. І він відказався від 120 млн гривень. Вот, чоловік приїхав із Грузії і... За 120 млн гривень... У мене, скажімо так, у мене дому більша бібліотека. Вот можна сказати, що вся ця більша бібліотека, якщо на кожній страничці написати, що я готов зробити за 120 млн гривень, ну, її б, наверное, хватило. Чого б я не зробив за 120 млн гривень, я не знаю, може б, там, листика полтора. Ну, таким крупним почерком було б. Понятно. Ви верите в то, що чоловік, чиновник в нашій країні, даже якщо це іностранний чиновник, може відказатися від 120 млн гривень? Конечно, верю. То є є такі? Так, конечно, я смотрю телевізор, я постоянно вижу чиновників, я работаю в Києвраді, да, як глава фракції радикальной партии, я кожен день вижу цих чиновників. Я кожен день смотрю їм в гляда і понимаю, по їх лучезарному взгляду, що не возьму. Не возьму. Вот как вот не подойди, с какой сторони не подойди? 120 млн грн не возьму. Нет, не возьму. А 240? Не возьмёт. Да миллиард не возьмёт. Вот не возьмёт. Не возьмёт. Мы, наверное, с вами в разных странах живём. Да. Да? Или видим разных чиновников. А у меня просто уже взгляд депутатский. Я вот как-то вот так вот смотрю, не возьмёт. Вот пока я не был депутатом, я думал, не, все берут, все. Захожу, блин, не берут. Не берут. Заношу, предлагаю, не берут. И не решают вопросы за деньги. Решают, но не берут. Не берут. Не берут, по-честному. Все по-честному решают. Вы депутат Киевсовета? Да, глава фракции Радикальной партии. Что у вас там в Киевсовете сейчас происходит? Вот по поводу чиновников. Я наслышав, что... Так вот не берут. Нет, не берут-то одно. Говорят, еще спортом занимаются. Говорят, мэр Киева Виталий Кличко. Виталий Кличко собрался проводить спартакеаду. Это... Эти слухи действительны. И честно говоря, даже вот заслышав информацию о том, что депутат Мирошник, ну вот так грубо попалился, мне показалось, что он наоборот, он специально все это построил, чтобы сдать депутатский мандат, чтобы не участвовать в спартакеаде. А ему говорят, не-не-не, хлопец, все, беги, беги, прыгай в шестом, одевай трусы. Он говорит, не-не-не, лучше я сдам мандат. Он говорит, ну как-то красиво, надо сдать мандат, давайте. И позвонил, говорит, дорогая, можно я притворюсь, будто бы у нас, будто бы у нас в доме есть любовница. Да, что у нас закрысили баб. Никак по-другому. Ты представляешь, вот как ты будешь смотреть соседям в глаза? Я бегаю в трусах, депутат, прыгаю в шестом, там, господи, играю в гарантию. Некрасивый. Перетягиваю канат. Не-не-не, это страшно. Как вам вообще деятельность мэра Киева на посту мэра Киева, собственно? Он большой. Я с ним ездил в лифте. Впечатляет. Впечатляет. Только этим? В принципе, да. Меня, например, Кличко впечатлил рядом очень хороших кадровых решений. Действительно отличных. Вот был же у нас, если знаете, исполняющий обязанности главы Киев-Автодора, который, человек, который выпилил вот эти все ямы на дорогах. И Кличко его уволил, ребята. Молодец. Уволил. Через час назначил главой. Был исполняющим обязанности теперь. Больше ям. Ну, здесь нужно представить. Здесь надо войти в человеческую психологию. Вы представляете, как за этот отрезок времени человек успел устыдиться? Он успел пересмотреть всю свою жизнь. Это, знаете, вот как в последнюю секунду вся жизнь. И вот все эти ямы, вот когда ему сказали, уходишь, все эти ямы, как в калейдоскопе, пролетели перед ним, ему стыдно. Он стоит, господи, штаны мокрые. Ну, как этого человека не взять назад? Тем более жена его. Ну, вот мы как раз там на последней сессии рассматривали дело его дорогой супруги. Чей супруге? Это Жуков, да, по-моему? Да, да, ну кто-то там. Я не запоминаю их фамилии, потому что... Да, да, по-моему, Жуков. Ну, перенесла она к Днепру, ну, немножечко, ну, на 50 метров забор своего дома. Ну, там, скорее всего, вот то, что из ямок выпиливали, из того выстроился, как это в документах называется, садовый домик. Да, там был садовый домик на 3,5 этажа, который, вот, в принципе, не стыдно было перенести поближе к береговой линии. А так как у нас, вот, согласно... Я, кстати, вот, попав в Киевсовет... Захотел садовый домик? Нет, это я всегда хотел садовый домик. Ну, я получил очень важную информацию. Вы можете себе представить, что Днепр в черте Киева – это малая речка. То есть, редко какая птица долетит до середины малой речки. Почему? Почему вот такая метаморфоза произошла с нашей рекой? Потому что, оказывается, для того, чтобы перенести новостройки поближе к береговой линии, согласно законодательству, у большой речки, от большой речки можно начинать строить за 200 метров. А от малой речки за 50. Так вот, у нас в Киев, согласно официальным документам на строительство на Никольской Слободке, к примеру, наш Славутич назван малой речкой. Не такая же большая, кстати. Нет, ну, в принципе, да. Что вообще происходит в Киеве? Скажите, вот, ну, давайте с юмором тоже. Стало в Киеве хуже? Стало в Киеве лучше? Ничего не изменилось? В Киеве стало лучше. В Киеве, ну, вот, в принципе, если раньше милицию называли там мусорами там или прочее, А что, перестали? Перестали. Во всяком случае, в официальных протоколах. А, в официальных протоколах. Сейчас. Не-не-не, ребята, вы еще рано смеетесь. Когда давили хлопцев под КМДА, когда там, ну, сделали даже ту же имитацию поджога шин, ну, и когда подбежали какие-то неизвестные люди, а как у нас оказалось в то время в Киевраде были неизвестные молодые люди в трех типах камуфляжа, без никаких знаков познавания, ну, они немножечко там поправили форму головы, там, чуваку там об асфальт. В протоколе это звучало так. Сознательные граждане взяли молодых людей и пригласили в отделение милиции. Ну, а исходя из нашей общей тенденции вот к этому дружелюбию, помните, ну, вот эти вот знаменитые сейчас авакомобили. Вы имеете в виду, а, новые машины милиции? Да, ну, прелесть, я же даже, я не знаю, там, попадалось ли вам, я даже стихотворением там разразился, да, там, «Заслышавши сирены вой, остановися непременно, склажи персты за головой и опускайся на колено». Так что, что там дальше? Ладно, ну, оно вот такое вот длинное и веселое. Сирен серебряного века. Да, заканчивается, «Ведь едешь в гости ты к друзьям, друзей расстраивать не нужно». Ну, в общем-то, в принципе, нужно в Киеве быть сознательней. Сознательней относиться к мерским инициативам. Ну, нужно в конце-то концов вникать. Вот, честно говоря, я, наконец-то, начал многое понимать на заседаниях Верховной Рады, потому что с самого начала, да, вот, приходишь первые разы, так, вам говорят, «Ребята, поймите нас, поймите, ну, город должен строиться». Вот на Зверенецкой, вот почему Зверенецкую не застроить? Зверенецкая – прекрасный район, обрывчик 40 метров, почти вертикальный. А я до этого, так как я являюсь еще директором студии документальных фильмов Первого национального, я делал фильм по Днепропетровску, там так называемый был район Тополь-1, который… Да, я знаю. Да, в один прекрасный день ушел под землю. Да, есть эта история. Видео было потрясающее, я сделал, не я сделал, у меня в объединении был сделан фильм, я, конечно, офонарил. Точно та же ситуация. И точно так же мэр с трибуны говорит, ребята, ну, почему вы пытаетесь остановить строительство? Ну, спилили там 80 деревьев, а нахрена они нужны? Вот нахрена этот пух, шмели, они не нужны. Тут гораздо лучше выстроить вот внизу этого яра 30-этажное здание. А 30-этажное здание, просто вот по технологии, когда грунтовые воды уходят, а дно это было когда-то засыпанное озеро, засыпанное глиной после войны. И на этом засыпанном озере собираются построить 30-этажку. Люди вокруг в шоке, потому что они знают, завалятся, когда пойдет, скажем, грунтовые воды, вот они идут между слоями земли, и когда они упираются в бетонную стену, они начинают вымывать их, да, и образовывать свое озеро. На домах уже трещины появились. И люди в абсолютнейшем бешенстве, потому что они понимают, что их девятиэтажки могут просто, не просто сползти, а просто вот так хлоп, выпасть. То есть это, мы должны понимать, что война людей против этого строительства всего, это не война за вид из квартиры. Да. Это война за то, чтобы дом остался стоять. Глупая война за то, чтобы дом оставался стоять. Зачем? Вот спрашивается. Есть система пониманий, цивилизационных пониманий или цивилизационных непониманий. Та власть, которая ныне существует, она… Ведь мы выходили, скажем, на тот же Майдан для того, чтобы изменить цивилизацию. Не для того, чтобы снять Януковича как такового, а для того, чтобы изменить, хоть в некоторой степени изменить цивилизационные подходы человека к самому себе, человека к человеку, они оказались… Вы первый, кто об этом говорит, на самом деле, в этой студии. Они оказались из того же цивилизационного подхода, из той же системы договоренности. Они, безусловно, вот эта новая власть, которая сейчас является собой Киевсовет, она умеет действовать не более аккуратно, иногда она действует гораздо более хамски, но она очень красиво умеет облекать все это в словесные формулировки. Да, достаточно красиво, потому что… Ну, как облекает мэр Киева в словесные формулировки, мы знаем. Да, потому что, ну, в этом смысле они не косноязычны, кроме, ну, пардон, там, самому… Ну, ему и не нужно говорить. Давайте вернемся к изменению цивилизационной направляющей в развитии нашей страны. Я уже сказал, что еще никто до этого не озвучивал то, что произошло, так как озвучили вы. И это, по-моему, очень важно. Потому что в большинстве случаев в разговорах наших политиков путь развития Украины, он не с Россией, да, то есть никто не дает нам понимания того, что он, в принципе, должен быть другой, он не должен быть с Россией, не с Россией, он, в принципе, должен измениться как-то. Еще до записи мы с вами говорили о том, что в нашей стране большая проблема с образовательными программами на телевидении и, в принципе, с образовательной частью в социуме вообще. Возможно ли изменение вот этой вот цивилизационной направляющей, этого направления, без того, чтобы не восстанавливать в Украине, скажем так, разрушенную под основание культуру? А в том, что она разрушена, я так понимаю, сомнений нет уже ни у кого. Скажем так, да, там, я бы сказал, там не разрушена образовательная часть на телевидении, там, образовательный сегмент, просветительский, у нас вообще исчезло общение как таковое, то есть типовое общение напрочь исчезло. То, что называется ток-шоу, это же не является общением человека с человеком, да, не является общением одного умного человека с другим человеком с целью получить некое новое знание, некое новое видение, там, некое И вот практически, я могу сказать, уже практически 15 лет Украина находится, после того, как фактически рухнули плюсы и как рухнул Интер в своей классической эпохе, общение вообще исчезло с телевизионного экрана. Информации досталось очень узкое поле даже без аналитики, то есть у нас не осталось практически ни одной аналитической программы. И почему в какой-то мере, не в какой-то мере, а в большой мере, я радуюсь появлению подобного интернет-проекта, как ваш, то есть здесь начинают встречаться люди и высказывать некие мысли. То есть им дают поговорить. Да, им дают поговорить, а мы соскучились по говорению, вот соскучились по говорению, потому что невозможно, если общество все время будет только принимать в очень коротких новостейных форматах информацию, деградируют аналитические кусочки. Аналитические кусочки нам, пардон, нужны иногда даже для того, чтобы сходить на горшок, да, потому что это же аналитика целая, ты должен пройти куда-то там, снять штаны. А когда тебе дают вот в очень ограниченном формате, ты можешь сразу все сделать в штаны. Точно так же и в интеллектуальном смысле происходит. Мы сразу же начинаем, что особенно видно сейчас в последнее время, да, мы говорим сейчас в формате либо слава Украине, либо там, ну там, да здравствует Россия. Но невозможно говорить подобными форматами, создавая цивилизацию. Безусловно. И во многом вот эта рамочность происходит от того, что в свое время этот просветительский и аналитический и общенческий вот такой вот формат был напросто исключен из самого популярного средства массовой информации. И фактически в интернете, если бы не подобные проекты, как вы, то интернет это то же самое. Это сокращение новости до мизера и уход до четырех, до пяти строк. Я сам знаю, да, я как новостейщик там, я знаю, что такое новость. Но новости мало. А людям уже, вот я иногда там пишу посты и в комментах пишут, слишком много буквок. Да, есть такое. А если мы перейдем в формат интеллектуально слишком много буквок, мы и будем абсолютно нормально принимать и нашего мэра, и нашего президента. Мы начнем разговаривать с ним на одном языке, конечно. Да, и начнем говорить о том, что, верить в то, что чувак не берет 120 миллионов гривен, не называя, кто ему их дал. Скажите, без возрождения просветительских проектов на телевидении, на радио, в печатной прессе, возможен переход в новое русло цивилизационное? Думаю, нет. Вы понимаете, в чем... Я, извините, перебью. Есть, абсолютно очевидно, что в стране есть такой инструмент, как пропаганда, которым сейчас в это русло пытаются переводить. И набор тезисов тех же слова Украине, там смерть тем-то за Украину, за победу. Вот насколько это рабочий инструмент и хватит ли его на то, чтобы без просветительской деятельности увести все-таки в новое цивилизационное? Его хватит, к сожалению, скажем так, политическая мысль, государствообразующая мысль в Украине, в независимой Украине никогда не существовала как таковой. Мы мыслили форматами недели, полутора, месяца, двух. В государстве не было даже, скажем, мне приходилось очень долгое время пребывать параллельно с властью, соприкасаться с высшими эшелонами власти. И что меня в первую очередь когда-то испугало, когда я добрался уже почти до самого верха. Мне все время до этого казалось, что существует некий кукловод, существует некий ктулху, который дергает веревочками и политики пляшут, олигархи. Самое страшное, заглянуть за кулисы и не увидеть там никого. Анархия? Не анархия, а... Ну, цеховая такая, цеховая анархия. Село. Не, немножечко, да, вот немножечко такой вот уровень. Село, оно может существовать без селерады, да, потому что там урожай какой-то будет собираться, но село никогда не станет городом без некоего управленческого центра. Без, точнее, не управленческого даже центра, а без идей, направленных на уровень трех, пяти, десяти и даже сто лет или как в Китае на триста лет. У нас это не практиковалось и, к сожалению, исходя вот из того, как мне приходится контактировать опять же с высшими эшелонами нынешней власти, нету тенденции и у нынешней власти даже задуматься над теми проектами, которые рассчитаны более чем на один или на два месяца. Исходя из этого и выстраивается пропагандистская система, которая выручала некоторое время, пока люди не задавали вопросов. Да, вот пока, вот все, есть война, вопросов задавать некогда. Когда война в той или иной мере заканчивается и когда, в принципе, с надеждой, а во многом со страхом прогрессивное и непрогрессивное человечество ждет возвращения десятков тысяч непонятных им людей, потому что те люди, которые находятся на войне, они в фейсбуке понятны, на уровне нескольких фраз понятны, но это иной тип человечества. Точнее, несколько иных типов человечества. Который и умер, и убил уже, даже если он не видел, кого он убил и попал, и даже если его даже не ранило. Но он уже смирился с тем, что он мертв, и он смирился с тем, что он убил. Возможно, где-то когда-то он совершил произвол, где-то оправдал этот произвол и где-то привык к тому, что весь мир строится на этом. Тогда, а общество сейчас уже начинает задавать вопросы, а что дальше. А концепции им, даже намека на концепцию не предложена. И в той ситуации, когда идет очередная смена внутри государственной формации, потому что смена Януковича на некое другое правительство вроде бы произошла, там некая видимая смена формации. А сейчас происходит следующее, потому что происходит такое новое движение народов. Потому что те люди, которые сейчас придут с Востока, это сродни новому движению народов. Потому что это придет новая прослойка пассионариев, а пассионарии это не хорошо и не плохо. Это просто по-другому. Это по-другому. И к этому другому нам нужно внутренне задавать вопросы и предполагать уже какие-то ответы, которые будут поставлены обществом в новых условиях. Иначе мы не построим цивилизацию, иначе новую цивилизацию. Я имею в виду даже не с нынешними политиками. Иначе не будет даже надежды, что эти политики, которые пришли, сменятся на нечто более цивилизационное иное. Потому что общество само еще не проецирует тех вопросов. Я их задаю себе, вы их задаете себе, но поле задавания подобных вопросов еще не выведено в формат общенационального диалога. А если человек... И общенационального понимания, конечно же. Без диалога не возникнет соответственное понимание. Но 90% людей сейчас в стране искренне до сих пор верят, что это свергали Януковича. И претензии, почему возможен реванш и откат назад к тому цивилизационному направлению, по которому Украина шла до этого. Потому что реваншисты на фоне экономической ситуации запросто могут все это вернуть. То есть, все же... Ну, его победили, стало хуже, давайте же его вернем. И подлитавры, это во много может произойти подлитавры. Потому что почва для этого, не то что подготовлена, она по большому счету, можно сказать, никуда и не исчезала. Она всегда была, эта почва для врачей. Ну, конечно, это чисто человеческое понимание, это быт, это быт, конечно. Это почва, это быт. То есть, люди, которые обеспокоены именно бытовой ситуацией своей. Иное дело, что те люди, которые, в принципе, должны нести моральную ответственность, а я сейчас говорю уже не о власти. Власть всегда глупа. Скажем, власть в большинстве своем недалека. А те люди, которые находятся во главе рычагов средств массовой информации, они должны... У меня даже была когда-то статья, что телевидение должно быть умнее, чем власть. Просто, ну, обязано быть умнее, чем власть. Потому что телевидение и средства массовой информации, особенно солидные средства массовой информации, должны идти на несколько, думать на несколько шагов вперед, для того, чтобы подтягивать, вот извините, я даже там сбился с мыслью, я вернусь, со смертью Зинченко и с уходом из активного телевизионного процесса Роднянского, людей, которые более или менее там стратегически мыслили, пришли к власти в телевидение, на всех каналах практически, пришли люди, которые не только на территории, начали гнаться за вкусом аудитории, когда появились окна и прочее, они начали обгонять аудиторию в занижении вкуса, они начали готовить подобные продукты, которые были еще ниже, чем тот ужас, сначала народ говорил о ужас, потом втягивался и опускался на более низкую, после этого менеджмент тут же бросался на ступеньку, и, как в том анекдоте было, так и думышев, дорастем. Но это что касается эстетической составляющей телевидения, а что касается политической? Это касается абсолютно всего, потому что исчезла аналитика, исчезло просветительство как таковое, историческое просветительство, история, почему в принципе большинство политиков должны быть историками, это аналогии, мы не выстраиваем системы аналогий, а те аналогии, которые нам в скупых наших форматах предлагают, козак, хорошо, мы действуем очень скупыми аналогиями, и потому не можем сами себя представить в современной исторической ситуации. Когда мы не можем себя представить в исторической ситуации, нам очень трудно планировать шаги дальше, потому что нет вариативности линии развития, мы не можем через средства массовой информации предложить, ребята, если мы пойдем направо, мы там коня потеряем, прямо пойдем то-то, налево там то-то, потому что все это уже было, не потому что мы это придумали, а потому что все это уже раз, 10 раз было. Если бы Янукович не побежал, если бы он начал здесь в Киеве противостоять революции, у нас бы сейчас здесь была такая ситуация, как в данный момент на востоке Украины? Скажем, я буду неискренен, да, я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что я буду неискренен. Почему? Я, в общем-то, я не могу сказать, что я пессимист. У меня было очень много и личных, и цивилизационных разочарований по ходу революции и гидности. Я видел, там несколько, произошло несколько революций, на мой взгляд, вот в одном формате, на участке в 2-3 квадратных километра, произошел повтор Майдана, то есть революция сельского схода, это танцевание, это фонарики, гоньба, и произошла первая в украинской истории, на мой взгляд, урбанистическая революция, которую осуществили люди, которые хотят себя в цивилизационном плане считать горожанами и осуществлять городской протест. И та, и другая части, в принципе, в большинстве своем были слабее Януковича. И, возможно, в какой-то момент, если бы, я знаю там несколько моментов, я не хочу, исходя из того, что есть память мертвых, она еще, до тела еще не остыли, и потому я не могу еще каких-то своих собственных выводов там полностью озвучивать, потому что они, там были великие примеры героизма, великие абсолютно, потому что это был шок для меня, абсолютный был шок, когда вот ты смотришь, когда люди не просто падают, упасть и умереть может любой человек, а подползти под огнем, потащить, умереть, и третий за тобой ползет и тебя вытаскивает, это для меня было абсолютнейшее новое видение того народа, частью которого я есть. Но, я думаю, надолго могло этого не хватить, и Янукович бы победил, на мой взгляд, если бы он не сбежал и действовал бы более решительно. Но здесь даже не вопрос победы Януковича. Могла ли здесь в центре у нас появиться достаточно затяжная война с жертвами в Киеве? Если бы было тогда, если бы Янукович одержал победу, это бы на некоторое время вот этот вот пассионарный выхлоп бы сбило. У нас был типичнейший, скажем там, даже по ходу этой революции пример, было 1 декабря. 1 декабря, когда вдруг пошел абсолютно непредсказуемый выплеск на Банковый, абсолютно непредсказуемый. Народ впервые тогда в украинской истории вдохнул слезоточивого газа. Впервые услышал, что такое светошумовая граната. 20 минут шока абсолютнейшего, а потом, батюшки, да это же как в телевизоре. Это же как в рецепт. И оказалось, все не так страшно. А через какое-то время оказалось там, что и пули не страшно. Но этот протест достаточно быстро захлебнулся. Протест 1 декабря захлебнулся достаточно быстро. И фактически верх на этот момент взяла вот это вот сельское, наш сельский карнавал, там, наш сельский исход. Если бы жестко достаточно подавили, а я видел, насколько быстро сносились баррикады, то есть вот когда они идут, вот беркут идет, все, его ничего не останавливало. Но они же говорили, да, они говорили, если бы нам дали команду, мы бы зачистили за полчаса всех. Я думаю, что на некоторое время, может быть, на 2-3 года войны бы не было. И пошло бы накапливание новой и переосмысливание новых энергий. Возможно, тогда бы сельская такая вот часть вынуждена была бы уступить главенство, и численное главенство все-таки урбанистической революции, потому что она оказалась более эффективна. Но для этого переосмысливания нужно было бы какое-то время. Я думаю, что в течение года, 2-3 внутренней войны бы не было. По поводу убийства Олеся Бузины. Для меня, честно вам скажу, возможно, вам это не понравится сравнение, но вот для меня и Бузина, и вы, еще несколько людей, это люди одного порядка, разных взглядов, безусловно. Разных направлений, разной специализации, иногда с кардинально противоположными взглядами. Но вы вот для меня люди одного порядка, это люди, которых можно назвать такими столпами именно киевской культуры, которые плавно переходят во всеукраинскую культуру. Иногда эти столпы между собой, конечно, могут ругаться, но и без этого никуда и никак. Так, ваше мнение, это убийство спецслужб, это революционный беспредел, это что это вообще, что произошло? Скажу так, я уже неоднократно отвечал на этот вопрос, и у меня на Фейсбуке достаточно большой пост, касающийся морально-этической стороны этого, и на Радио Вести, там еще в нескольких средствах массовой информации, ко мне обращались с подобным же вопросом. Есть 7, 8, 9, 11 или 22 версии, которые имеют равное право на существование. Потому что может быть все, что угодно, может быть месть. Ну, в это я как раз верю в меньшей степени, потому что я не совсем верю, зная достаточно многие экстремистские организации, что они в состоянии организовать сеть, ну вот несколько убийств, то есть одно осуществить можно. Но с технической точки зрения, все-таки нужна достаточно серьезная подготовка для того, чтобы совершить несколько убийств и не попалиться там сразу же. Ну, я вам честно скажу, меня, вот честно, насколько бы цинично это ни звучало, меня убийство Калашникова, как гражданина, трогает, практически не трогает. По нескольким причинам. Калашников занимал то место, которое он занимал, Калашников был боевым офицером, он был вооружен, он знал, что с ним может быть, и он, ну, то есть он знал, что это вопрос войны. Да, если человек идет на войну, он знает, что его должны убить, поэтому там не может быть как такого горького, горького сожаления о нем. То есть, да, плохо убивать, безусловно, но вот Калашникова нет. А вот именно с Бузиной. Скажу так, для меня Бузина точно такой же солдат, который, в принципе, он знал, на что он шел, что меня возмутило в этой ситуации, чему был посвящен мой пост. Я говорю, я могу принять убийство, я не могу принять глумление над трупом, я не могу принять того, что огромнейшее количество людей вдруг, ну, вот, по мелке, по шавочи завыло. Можно как угодно к Калесию относиться. Я с ним был приятелем целый, больше года мы практически не общались и не пересекались, так сложились обстоятельства и судьба. Ну, как мы были условными приятелями, потому что нам было там о чем поговорить, поспорить. Мы очень серьезно, радикально и радикально расходились там во взглядах на некоторые моменты истории. Ну, скажем, что касается Олеся, он не убежал в Москву и из Москвы не трубил. Он жил в своем доме на Дегтяревской и оттуда достаточно радикальные вещи и смертельно опасные для себя. Говорил, к нему нельзя относиться как к убийству труса или кого-то. Он был воином своего клана, враждебного этой Украине клана. Убийство его – это убийство, такое же убийство, как происходит на войне. Жутко, когда мы не уважаем врага и этим сами унижаем себя, когда доходим даже в очень высоких органах власти до вот такого витийствования какого-то. Вот так и надо, собаки – собачья смерть, там все. Ну, не собачья, это смерть, когда тебе стреляют в грудь, это не собачья смерть. Над этим, если ты убил, ты можешь посмеяться. Если ты был свидетелем убийства, смеяться нельзя. В этом вот наше неистребленное, вот в этих комментах, это наше неистребленное холопство. Вот это неистребленное, вот здесь даже, это не колхозность. Колхоз – это своя, свой мирок, а холоп, он вечен. И наша, как считаю, и я называю это нашей революцией, потому что, да, я принимал в ней вдруг на старости лет активное участие. Мой личный бунт был бунтом не против Януковича, а против практики и расширяющейся практики холопства. И вот, на мой взгляд, вот отклик смерти Бузины – это одна из вот таких изграний ярко выраженного холопства. Вот это я ненавижу, против этого я боролся. Ну, я, честно говоря, когда вы это говорили, вот наш последний короткий, последняя короткая часть разговора, меня заставила почувствовать себя героем Белой Гвардии. Мы с вами два современных цивилизованных человека, сидим в современном цивилизованном Киеве, вокруг камеры, телефоны. И мы с вами, на самом деле, сначала я про Калашникова, да, потом вы про Бузину. Мы говорим о том, что, в принципе, в принципе, это солдаты, это люди-воины, они умерли, они погибли на войне. То есть, одна история, когда это происходит где-то на востоке, а другая история, несмотря на то, что в Киеве нет вражеских войск, нет наступления противника, нет бегающих денщиков, и очень-очень максимально мало людей в форме, кто бы что ни говорил. Мы все равно рассуждаем как люди, которые живут в городе, в военном городе, во время войны, и каждую секунду, каждую минуту может начаться либо вражеское наступление, либо обстрел, либо еще что-то. Поэтому вот эта вся, конечно, иллюзия спокойной жизни, городской, киевской, нас это не касается, это все-таки иллюзия. Потому что вот я только сейчас, честно говоря, понял из нашего вот этого все-таки, что мы с вами живем в войне, и от этого уже никуда не деться до тех пор, пока эта война. И пусть работают два гуся спокойно на Крещатике, но война идет. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам. Это был Марк Грейс, это был ресурс, сценарист и депутат Юрского Совета. Ребята, «Люмпеншоу» меняет адрес, мы переезжаем из этой студии в другую и, в принципе, меняем немного формат шоу. В связи с этим у нас будет небольшой перерыв в 2-3 недели, а потом мы снова вернемся и будем издеваться над глупостью наших милых политических кровопийц. Не переживайте, мы не пропадаем, а просто идем в короткий технический отпуск. До следующего раза, до следующего «Люмпеншоу». 120 миллионов в год, ребята. 120 миллионов в год. На что? На все, да, я так понимаю? Нет. Петр Порошенко, ребята, президент Украины, спасает нас как может и пригласил к нам в страну американских военных инструкторов. Пригласил, встретил украинскими национальными танцами, напоил компотом в столовой, поупражнялся в английском и, в принципе, все хорошо, все отлично. Россияне возмущены, Порошенко доволен. Но я вот недоволен. У меня вопрос. Почему, когда у Америки проблемы, их спасают супергерои, а когда у нас проблемы, то к нам присылают каких-то там американских военных? Я всю жизнь смотрю американское кино и знаю, что американские военные – это фигня на постном масле. Единственное, что они умеют, это драться в барах, и половина из них – геи. А как только начинается серьезная заваруха, они сразу попадают в какую-то задницу. Их самолеты сбивают, военные гибнут, танки горят. Со времен Рэмбо и Командос в Америке не родилось ни одного толкового морского котика. И всю работу по спасению страны берут на себя то Годзилла, то Трансформеры, то Железный Человек. Или Зеленый Фонарь, например. А военные – они там бестолковые. И зачем их нам прислали? В Украине уже две недели анонсируют Мстителей, а вместо них прислали каких-то там пацанов в беретах. Нас жестоко на***ли, ребята. И мне странно, что президент Порошенко этого не замечает. Я требую, чтобы этих неумех отправили назад, а к нам прислали нормального американского супергероя. Я не против Росомахи, отряда мутантов, например. Можно Капитана Америка, пусть он приедет. Хотя он не очень мне нравится, у него только щит. Пусть пришлют Халка, он умеет уничтожать танки. На неделю пришлют, и все, мы всех победим. А вот с этими людьми в камуфляжах, ну, нет, нам ничего не светит. Это «Люмпеншоу», ребята. Вы наверняка все помните такого веселого парня. Это Супервасыль. У него была одноименная рубрика у нас в «Люмпеншоу». И потом он пропал. Пропал ненадолго. Дело в том, что Супервасыль менялся, как и все прогрессивное человечество. И теперь он не Супервасыль, а Золотой Батон. Пока что «Люмпеншоу» — это новая рубрика в «Люмпеншоу», сайт и группа в «Фейсбук». Но в ближайшее время мы надеемся вырастить этот проект в полноценный самостоятельный формат. Так, пока «Золотой Батон» не вырос, будем использовать его здесь, в своих издевательских целях. И сегодняшняя история от ведущего рубрики, Василя, вас, надеюсь, очень повеселит. История состоит из четырех частей. Первая часть этой истории народный депутат Юрий Тимошенко обвинил всех украинских политиков в том, что они прикрылись простым народом, отправляют детей простых граждан Украины на войну, в то время как их собственные дети учатся за границей и наслаждаются жизнью. Я против того, что в Украине существует такой умовный подел на простых и рафинованных. Я против того, что на фронте должны воювать только селяны, работники и их дети. Я против того, что дети рафинованных не воюют, а учатся где-то по закордонам. Я против того, что президент Украины послал своего сыночка в Верховную Раду депутатам в тот час, когда тысячи чужих детей послал помирать на передову. Я за справедливость в державе. Юлия Володимировна, я вас бесконечно поважаю. Дуже поважаю. Но знаете, когда вы тут говорите стоять на фронте, стоять до останнего, я пропоную згадать вам, у нас в батальоні Кульчицкого десятки девчат воюють героїчно, мають найвищі нагороди державні. Посліть свою дочку Юлю на фронт воювати. И я перший вам вклонюся и буду аплодувати каждому вашему слову. Я проти того, що нема кому воювати на фронті, і ми вже маємо забирати батьків від своїх дітей-інвалідів. Я за те, щоб всі по рівну, по-честному, і батьки-мільйонерів, і діти-мільйонерів, щоб всі воювали. Дякую. Вот благородно. Сразу видно честного, порядочного депутата, который, наконец-то, появився в Верховной Раді України і висказав всім цим негодяям в лицо все то, що ми о них думаємо. Человечище, да? Якби не одно «но». А чому тоді ваш син зараз знаходиться в Лондоні? Мій син не поїхав в Лондон вчора і місяць назад не поїхав. Мій син поїхав в Лондон вже ще в минулому тисячелітті. Він не рафінований? І свого сина. А як він може бути рафінований? Син простого солдата. Такий вот неожиданный поворот. Хто б мог подумати, що у борця з мажорами «Син мажор». Юрия Тимошенко получає сразу нескільки призов. Первий приз – «Золотой батон» за честність і порядочність в першому відео. Вторий «Золотой батон» за лицемерие во второму. І третий приз як лучший в Раді под Ліза. Друзі, я прошу пробачення за дуже прикру помилку. Я прошу пробачення перед Петром Олексійовичем і особливо перед його сином Олексієм. Я не знав, що він теж воював. Пробачте за емоцією. Просто завтра мій взвод. Мої побратими їдуть на фронт, а я лишаюся тут. Чую себе дезертиром, чую себе зрадником. Забув, забув. Вибачте здесь перед Юлією Володимировною, перед її Женю. Щирі прийміть, щирі. Вибачення, дійсно. Це просто емоції. Пробачте. Я вас дуже любив, уважаю. Поважаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Все золотые батоны этой недели уходят на народному депутату Юрию Тимошенко. Поздравляем его с этим. И с тем, что он яркий представитель украинской политики. Самый настоящий, рафинированный, я бы даже сказал, колерованный народный депутат. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще один депутат на этой неделе прокололся. И мы поначалу ему хотели выдать золотой батон недели. Но потом решили, что этому парню больше подходит премия Дарвина. И если кто не знает, премия Дарвина – это премия за смерть, которую повлекла за собой глупость самого умершего. То есть премия тем идиотам, которые погибли от собственного идиотизма. А они стреляют себе в голову на спор, например. Или также на спор отпиливают ее себе бензопилой. Был и такой случай. Реально. Андрей Мирошник – народный депутат от партии «Самопомощь». Это партия, которую сколотил мэр Львова в противовес другим партиям. Так вот, Андрей Мирошник очень неаккуратно читал переписку в своем телефоне, находясь в сессионном зале Верховной Рады. И фотографы, подлецы такие, сфотографировали эту переписку и вывесили в интернет на всеобщее обозрение. Вообще, переписок было две. В одной переписке депутат Мирошник называл женщину с отличным от имени его жены любимой. А во второй хвастал тем, как планируют скрысить 60 тысяч гривен у брата, своей жены. Интимная история любовных похождений мне совсем неинтересна, потому что мы, мужчины, все козлы. И все женщины об этом знают, но всегда удивляются, как в первый раз. А вторая история, яркий пример того, что депутаты — это те люди, для которых нет ничего святого, в том числе и семья. Красть у близких последнее дело. И даже не последнее, а последнее последнего. И если народные депутаты так относятся к близким, то представьте, как им похуй на нас, на абсолютно чужих им людей. В связи со скандалом Мирошник сложил в себя полномочия депутата, и самопомич садового таким нехитрым образом попыталась смыть с себя грязное пятно депутата-крысы. Получилось или нет, поживем увидим. Еще одна история о жадности и самолюбовании. Заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе рассказал о том, что ему предлагали в качестве взятки 10 миллионов гривен в месяц. Но он отказался. Такой вот благородный человек у нас в стране работает. Отказался от 10 миллионов гривен в месяц, то есть от 30 миллионов в квартал, то есть от 120 миллионов гривен в год, что приблизительно 5,5 миллионов долларов. Мы верим, да. Но раз сказал, что так и было, значит так и было. Но про взятку Сакварелидзе рассказал, а о том, кто ему ее предлагал, не рассказал. Причем его очень просили, расскажи, но он ни в какую не скажет, кто предлагал и все. И мы тут подумали, и нам показалось, уверены, что это не так, что кто-нибудь другой на месте Сакварелидзе в такой вот истории про 10 миллионов, которую не взял, просто дал бы понять другим, что он стоит 15 миллионов в месяц, и с 10-ю к нему нечего соваться. Но это кто-нибудь другой. Давид наверняка просто отказался от этой взятки. Так же, как и отказался, я напоминаю, озвучить имя того, кто ему ее предлагал, потому что это секрет. А еще Сакварелидзе сказал, что у него зарплата 6 тысяч гривен в месяц, и это очень мало. Но они борются за то, чтобы ее повысить. И вот у него зарплата в 6 тысяч гривен в месяц, а он отказался от 120 миллионов гривен в год. И не сказал, кто им их предложил. Вот такая вот история про честного, неподкупного Давида и неизвестного коррупционного Голиафа, которого он победил. Но имя побежденного нам не скажет, потому что это страшная тайна. Так, ребята, сегодня у нас в гостях знаковый человек. Это художник, режиссер, сценарист, историк, в некоторой мере философ, как я понимаю, и в последнее время и политик, в том числе. Это Марк Гресь. Человек, на документальных фильмах которого я вырос частично, и не только на документальных. А я состарился. Ну, выглядите-то хорошо. А в наше время не важно, сколько лет. Главное, как выглядишь. Я считаю, что с вашим уходом с центральных каналов, как ведущего, закончилась эпоха просветительского телевидения в Украине. Вот я это сказал, вы это услышали. Никто после вас не занимается образованием зрителей. А мне никто, кроме вас, до этого подобного не говорил. Ну, вот видите, я буду первым. И надеюсь, что после того, как это услышат все остальные, задумаются об этом, они вам повторят тоже. Что вы готовы сделать за 120 миллионов гривен в год, Марк? Скажите, пожалуйста. Просто вот вот мы как бы рассуждали о бывшем заместителе, вернее, о господи, бывшем, не дай бог накаркать, о нынешнем заместителе генпрокурора. И он отказался от 120 миллионов гривен. Вот человек приехал из Грузии и... За 120 миллионов гривен, у меня, скажем так, у меня дома большая библиотека, вот можно сказать, что вся эта большая библиотека, если на каждой страничке написать, что я готов сделать за 120 миллионов гривен, ну, ее бы, наверное, хватило. Чего бы я не сделал за 120 миллионов гривен, ну, я не знаю, может быть, там, листика полтора. Ну, таким крупным почерком было бы. Понятно. Вы верите в то, что человек, чиновник в нашей стране, даже если это иностранный чиновник, может отказаться от 120 миллионов гривен? Конечно, верю. То есть есть такие... Да, конечно. Я смотрю телевизоры, я постоянно вижу чиновников, я работаю в Киевраде, да, как глава фракции радикальной партии, я каждый день вижу этих чиновников. Я каждый день смотрю им в глаза и понимаю, вот, по их лучезарному взгляду, что не возьму. Не возьмут. Вот как вот не подойди, с какой стороны не подойди? 120 миллионов не возьмут. Нет, не возьмут. А 240? Не возьмут. Да миллиард не возьмут. Вот не возьмут. Не возьмут. Мы, наверное, с вами в разных странах живем. Да. Да? Или видим разных чиновников. А у меня просто уже взгляд депутатский. Я вот как-то вот так вот смотрю, не возьмут. Вот пока я не был депутатом, я думал, не, все берут, Захожу, блин, не берут. Не берут. Заношу, предлагаю, не берут. И не решают вопросы за деньги? Решают, но не берут. Не берут. Не берут, по-честному. Все по-честному решают. Вы депутат Киевсовета? Да, глава фракции Радикальной партии. Что у вас там в Киевсовете сейчас происходит? Вот по поводу чиновников. Я наслышал, что... Так вот не берут. Нет, не берут-то одно. Говорят, еще спортом занимаются. Говорят, мэр Киева Виталий Кличко. Виталий Кличко собрался проводить спартакиаду. Эти слухи действительны. И честно говоря, даже вот заслышав информацию о том, что депутат Мирошник, ну вот так грубо попалился. Мне показалось, что он наоборот, он специально все это построил, чтобы сдать депутатский мандат, чтобы не участвовать в спартакиаде. Ну, да. А ему говорят, не-не-не, хлопец, все, беги, беги, прыгай в шестом, одевай трусы. Он говорит, не-не-не, лучше я сдам мандат. Он говорит, ну как-то красиво, надо сдать мандат. И позвонил, говорит, дорогая, можно я притворюсь, будто бы у меня... У нас, будто бы у нас в доме есть любовница. Да, что у нас закрысили баб. Никак по-другому. А ты представляешь, вот как ты будешь смотреть соседям в глаза? Я бегаю в трусах, депутат, прыгаю в шестом, там, господи, играю в гарантию. Некрасиво. Перетягиваю канат. Не-не-не, это страшно. Как вам вообще деятельность мэра Киева на посту мэра Киева, собственно? Он большой. Я с ним ездил в лифте. Впечатляет. Впечатляет. Только этим? В принципе, да. Меня, например, Кличко впечатлил рядом очень хороших кадровых решений. Действительно отличных. Вот был же у нас, если знаете, исполняющий обязанности главы Киев-Автодора. Человек, который выпилил вот эти все ямы на дорогах. И Кличко его уволил, ребята. Молодец. Уволил. Через час назначил главой. Был исполняющим обязанности теперь. Больше ям. Ну, здесь нужно представить. Здесь надо войти в человеческую психологию. Вы представляете, как за этот отрезок времени человек успел устыдиться? Он успел пересмотреть всю свою жизнь. Это знаете, как в последнюю секунду вся жизнь. И вот все эти ямы, вот когда ему сказали, уходишь, все эти ямы, как в калейдоскопе, пролетели перед ним. Ему стыдно. Он стоит, господи, штаны мокрые. Ну, как этого человека не взять назад? Тем более, жена его. Ну, вот мы как раз там на последней сессии рассматривали дело его дорогой супруги. Чей супруги? Ну, вот это Жуков, да, по-моему? Да, да, ну, кто-то там. Я не запоминаю их фамилии, потому что... Да, да, по-моему, Жуков. Ну, перенесла она к Днепру, ну, немножечко, ну, на 50 метров забор своего дома. Ну, там, скорее всего, вот то, что из ямок выпиливали. И с того выстроился, как это в документах называется, садовый домик. Да, там был садовый домик на 3,5 этажа, который, вот, в принципе, не стыдно было перенести поближе к береговой линии. А так как у нас, вот, согласно... Я, кстати, вот, попав в Киевсовет... Захотел садовый домик? Нет, это я всегда хотел садовый домик. Но я получил очень важную информацию. Вы можете себе представить, что Днепр в черте Киева – это малая речка. То есть, редко какая птица долетит до середины малой речки. Почему? Почему вот такая метаморфоза произошла с нашей рекой? Потому что, оказывается, для того, чтобы перенести новостройки поближе к береговой линии, согласно законодательству, у большой речки, от большой речки можно начинать строить за 200 метров, а от малой речки за 50. Так вот, у нас Киев, согласно официальным документам на строительство на Никольской Слободке, к примеру, наш Славутич назван «малой речкой». Не такая уж и большая, кстати. Нет, но и продукты, которые были еще ниже, чем тот ужас. Сначала народ говорил о ужас, потом втягивался и опускался на более низкую. После этого менеджмент тут же бросался на ступеньку. И, как в том анекдоте было, так и до мыши в дорастен. Но это что касается эстетической составляющей телевидения, а что касается политической… Это касается абсолютно всего, потому что исчезла аналитика, исчезло просветительство как таковое, историческое просветительство и история, почему, в принципе, большинство политиков должны быть историками. Это аналогии. Мы не выстраиваем системы аналогий. А те аналогии, которые нам в скупых наших форматах предлагают, да, там, «козак», «хорошо», да, то вот все. Мы действуем очень скупыми аналогиями, и потому не можем сами себя представить в современной исторической ситуации. Когда мы не можем себя представить в исторической ситуации, нам очень трудно планировать шаги дальше. Потому что нет вариативности, вариативности линии развития, да, мы не можем через средства массовой информации предложить, «Ребята, если мы пойдем направо, да, мы там коня потеряем, прямо пойдем то-то, налево там то-то, потому что все это уже было, не потому что мы это придумали, а потому что все это уже раз, 10 раз было». Если бы Янукович не побежал, если бы он начал здесь в Киеве противостоять революции, у нас бы сейчас здесь была такая ситуация, как в данный момент на востоке Украины? Вот я сегодня подумал об этом. Скажем, я буду неискренен, да, я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что я буду неискренен. Почему? Я, в общем-то, я не могу сказать, что я пессимист. У меня было очень много и личных, и цивилизационных разочарований по ходу революции и гидности, да. Я видел, там несколько, произошло несколько революций, на мой взгляд, вот в одном формате, на участке в 2-3 квадратных километра, произошел повтор Майдана, то есть революция сельского схода, это танцевание, это фонарики, гоньба, и произошла первая в украинской истории, на мой взгляд, урбанистическая революция, которую осуществили люди, которые хотят себя в цивилизационном плане считать горожанами и осуществлять городской протест. И та, и другая части, в принципе, большинстве своем были слабее Януковича. И, возможно, в какой-то момент, если бы, я знаю там несколько моментов, я не хочу, исходя из того, что есть память мертвых, она еще, да, тела еще не остыли, и потому я не могу еще каких-то своих собственных выводов там полностью озвучивать, потому что они, там были великие примеры героизма, великие абсолютно, потому что это был шок для меня, абсолютный был шок, когда вот ты смотришь, когда люди не просто падают, упасть и умереть может любой человек, а подползти под огнем, потащить, умереть, и третий за тобой ползет и тебя вытаскивает, это для меня было абсолютнейшее, абсолютнейшее новое видение того народа, частью которого я есть. Но, я думаю, надолго могло этого не хватить, и Янукович бы победил, на мой взгляд, если бы он не сбежал и действовал бы более решительно. Но здесь даже не вопрос победы Януковича. Могла ли здесь в центре у нас появиться достаточно затяжная война с жертвами в Киеве? Если бы было тогда, если бы Янукович одержал победу, это бы на некоторое время вот этот вот пассионарный выхлоп бы сбило. У нас был типичнейший, скажем там, даже по ходу этой революции пример, было 1 декабря. 1 декабря, когда вдруг пошел абсолютно непредсказуемый выплеск на Банковый, абсолютно непредсказуемый. Народ впервые тогда в украинской истории вдохнул слезоточивого газа, впервые услышал, что такое светошумовая граната. 20 минут шока абсолютнейшего, а потом, батюшки, да это же как в телевизоре, это же как в рецепте. И оказалось, все не так страшно. А через какое-то время оказалось там, что и пули не страдают. Но этот протест достаточно быстро захлебнулся. Протест 1 декабря захлебнулся достаточно быстро. И фактически верх на этот момент взяла вот это вот сельское, наш сельский карнавал, там наш сельский исход. Если бы жестко достаточно подавили, а я видел, насколько быстро сносились баррикады, то есть вот когда они идут, вот Беркут идет, все, его ничего не останавливало. Но они же говорили, да, они говорили, если бы нам дали команду, если бы нам дали команду, мы бы зачистили за полчаса всех. Я думаю, что на некоторое время, может быть на 2-3 года, войны бы не было. И пошло бы накапливание новой, и переосмысливание новых энергий. Возможно, тогда бы сельская такая вот часть вынуждена была бы уступить главенство, и численное главенство все-таки урбанистической революции, потому что она оказалась более эффективна. Но для этого переосмысливания нужно было бы какое-то время. Я думаю, что в течение года, двух, трех внутренней войны бы не было. По поводу убийства Олеся Бузины. Для меня, честно вам скажу, возможно, вам это не понравится сравнение, но вот для меня и Бузина, и вы, еще несколько людей, это люди одного порядка, разных взглядов, безусловно, разных направлений, разной специализации, иногда с кардинально противоположными взглядами. Но вы вот для меня люди одного порядка, это люди, которых можно назвать такими столпами именно киевской культуры, которые плавно переходят во всеукраинскую культуру. Иногда эти столпы между собой, конечно, могут ругаться, но и без этого никуда и никак. Так, ваше мнение, это убийство спецслужб, это революционный беспредел, это что это вообще, что произошло? Скажу так, я уже неоднократно отвечал на этот вопрос, и у меня на Фейсбуке достаточно большой пост, касающийся морально-этической стороны этого, и на Радио Вести, там еще в нескольких средствах массовой информации, ко мне обращались с подобным же вопросом. Есть 7, 8, 9, 11 или 22 версии, которые имеют равное право на существование, потому что может быть все, что угодно, может быть месть. Ну, в это я как раз верю в меньшей степени, потому что я не совсем верю, зная достаточно многие экстремистские организации, что они в состоянии организовать сеть, ну вот не несколько убийств. То есть одно осуществить можно, но с технической точки зрения все-таки нужна достаточно серьезная подготовка для того, чтобы совершить несколько убийств и не попалиться там сразу же. Я вам честно скажу, меня, вот честно, насколько бы цинично это не звучало, меня убийство Калашникова, как гражданина, трогает, практически не трогает, по нескольким причинам. Калашников занимал то место, которое он занимал, Калашников был боевым офицером, он был вооружен, он знал, что с ним может быть, и он, ну, то есть он знал, что это вопрос войны. Да, если человек идет на войну, он знает, что его должны убить, поэтому там не может быть как-то такого горького, горького сожаления о нем. То есть да, плохо убивать, безусловно, но вот Калашникова нет. А вот именно с Бузиной. Скажу так, для меня Бузина точно такой же солдат, который, в принципе, он знал, на что. Не, ну, в принципе, да. Что вообще происходит в Киеве, скажите, вот, ну, давайте с юмором тоже. Стало в Киеве хуже, стало в Киеве лучше, ничего не изменилось? В Киеве стало лучше, в Киеве, ну, вот, в принципе, если раньше милицию называли, там, мусорами, там, или прочее. А что, перестали? Перестали, во всяком случае, в официальных протоколах. А, в официальных протоколах. Сейчас, не-не-не, ребята, вы еще рано смеетесь. Когда давили хлопцев под КМД, когда там, ну, сделали даже ту же имитацию поджога шин, ну, и когда подбежали какие-то неизвестные люди, а как у нас оказалось в то время в Киевраде были неизвестные молодые люди в трех типах камуфляжа, без никаких знаков познавания. Ну, они немножечко, там, поправили форму головы, там, чуваку, там, обосвалили, там, прочее. В протоколе это звучало так. Сознательные граждане взяли молодых людей и пригласили в отделение милиции. Ну, а исходя из нашей общей тенденции вот к этому дружелюбию, помните, ну, вот эти вот знаменитые сейчас авакомобили. Вы имеете в виду, а, новые машины милиции? Да, ну, прелесть. Я же даже, я не знаю, там, попадалось ли вам, я даже стихотворением там разразился, да, там, заслышавший сирены вой, остановисься непременно, склажи персты за головой и опускайся на колено. Так что, что там дальше? Ладно, ну, оно вот такое вот длинное и веселое, это, ну, заканчивается... Перемленного века. Да, заканчивается, ведь едешь в гости ты, ведь едешь в гости ты к друзьям, друзей расстраивать не нужно. Ну, в общем-то, в принципе, нужно в Киеве быть сознательней. Сознательней относиться к мерзким инициативам. Ну, нужно в конце-то концов вникать. Вот, честно говоря, я, наконец-то, начал многое понимать на заседаниях Верховной Рады, потому что с самого начала, да, вот, приходишь первые разы, так, вам говорят, ребята, поймите нас, поймите, ну, город должен строиться. Вот на Зверенецкой, вот почему Зверенецкую не застроить? Зверенецкая – прекрасный район, обрывчик 40 метров почти вертикальный, а я до этого, так как я являюсь еще директором студии документальных фильмов Первого национального, я делал фильм по Днепропетровску, там так называемый был район Тополь-1, который в один прекрасный день ушел под землю. Да, есть эта история. Видео было потрясающее, я сделал, вот это не я сделал, у меня в объединении был сделан фильм, я, конечно, офонарил. Точно та же ситуация. И точно так же мэр с трибуны говорит, ребята, ну почему вы пытаетесь остановить строительство? Ну, спилили там 80 деревьев, а нахрена они нужны? Вот нахрена этот пух, шмели, они не нужны. Гораздо лучше выстроить вот внизу этого яра 30-этажное здание, а 30-этажное здание просто вот по технологии, когда грунтовые воды уходят, а дно это было когда-то засыпанное озеро, засыпанное глиной после войны. И на этом засыпанном озере собираются построить 30-этажку. Люди вокруг в шоке, потому что они знают, завалятся, когда пойдет, скажем, грунтовые воды, вот они идут между слоями земли, и когда они упираются в бетонную стену, они начинают вымывать и образовывать свое озеро. На домах уже трещины появились. И люди в абсолютнейшем бешенстве, потому что они понимают, что их девятиэтажки могут просто, не просто сползти, а просто вот так хлоп. То есть это мы должны понимать, что война людей против этого строительства всего, это не война за вид из квартиры. Это война за то, чтобы дом остался стоять. Глупая война за то, чтобы дом оставался стоять. Зачем? Вот спрашивается. Есть система пониманий, цивилизационных пониманий или цивилизационных непониманий. Та власть, которая ныне существует, она… Ведь мы выходили, скажем, на тот же Майдан для того, чтобы изменить цивилизацию. Не для того, чтобы снять Януковича как такового. А для того, чтобы изменить, хоть в некоторой степени изменить цивилизационные подходы человека к самому себе, человека к человеку. Вы первый, кто об этом говорит, на самом деле, в этой студии. Они оказались из того же цивилизационного подхода, из той же системы договоренности. Они, безусловно, вот эта новая власть, которая сейчас является собой Киевсовет, она умеет действовать не более аккуратно. Иногда она действует гораздо более хамски. Но она очень красиво умеет облекать все это в словесные формулировки. Достаточно красиво. Как облекает мэр Киева в словесные формулировки, мы знаем. Да, потому что в этом смысле они не косноязычны. Кроме… Ну, пардон, там самому… Ну, ему и не нужно говорить. Давайте вернемся к изменению цивилизационной направляющей в развитии нашей страны. Я уже сказал, что еще никто до этого не озвучивал то, что произошло, так как озвучили вы. И это, по-моему, очень важно. Потому что в большинстве случаев в разговорах наших политиков путь развития Украины, он не с Россией. То есть никто не дает нам понимания того, что он в принципе должен быть другим. Он не должен быть с Россией, не с Россией. Он в принципе должен измениться как-то. Еще до записи мы с вами говорили о том, что в нашей стране большая проблема с образовательными программами на телевидении. И в принципе с образовательной частью в социуме вообще. Возможно ли изменение вот этой цивилизационной направляющей, этого направления, без того, чтобы не восстанавливать в Украине, скажем так, разрушенную под основание культуру? А в том, что она разрушена, я так понимаю, сомнений нет уже ни у кого. Скажем так, да, там, я бы сказал, там не разрушена образовательная часть на телевидении, там, образовательный сегмент. Просветительская, просветительская. Просветительская. У нас вообще исчезло общение как таковое. То есть типовое общение напрочь исчезло. То, что называется ток-шоу, это же не является общением человека с человеком. Не является общением одного умного человека с другим человеком с целью получить некое новое знание, некое новое видение, некое новое понимание. И вот практически, я могу сказать, уже практически 15 лет Украина находится, после того, как фактически рухнули плюсы и как рухнул интер в своей классической эпохе, общение вообще исчезло с телевизионного экрана. Информации досталось очень узкое поле даже без аналитики. То есть у нас не осталось практически ни одной аналитической программы. И почему в какой-то мере, не в какой-то мере, а в большой мере, я радуюсь появлению подобного интернет-проекта, как ваш, то есть здесь начинают встречаться люди и высказывать некие мысли. То есть им дают поговорить. Да, им дают поговорить. А мы соскучились поговорению. Вот соскучились поговорению. Потому что невозможно, если общество все время будет только принимать в очень коротких новостейных форматах информацию, деградируют аналитические кусочки. Аналитические кусочки нам, пардон, нужны иногда даже для того, чтобы сходить на горшок. Потому что это же аналитика целая. Ты должен пройти куда-то, снять штаны. А когда тебе дают в очень ограниченном формате, ты можешь сразу все сделать в штаны. Точно так же и в интеллектуальном смысле происходит. Мы сразу же начинаем, что особенно видно сейчас в последнее время. Да, мы говорим сейчас в формате либо слава Украине, либо там, ну там, да здравствует Россия. Но невозможно говорить подобными форматами, создавая цивилизацию. Безусловно. И во многом вот эта рамочность происходит от того, что в свое время этот просветительский и аналитический и общенческий вот такой вот формат был напросто исключен из самого популярного средства массовой информации. И фактически в интернете, если б не подобные проекты, как вы, то интернет это то же самое. Это сокращение новости до мизера и уход до четырех, до пяти строк. Я сам знаю, да, я как новостейщик, я знаю, что такое новость. Но новости мало. А людям уже, вот я иногда там пишу посты и в комментах пишут, слишком много буковок. Да, есть такое. А если мы перейдем в формат интеллектуально слишком много буковок, мы и будем абсолютно нормально принимать и нашего мэра, и нашего президента. Мы начнем разговаривать с ним на одном языке, конечно. Да, и начнем говорить о том, верить в то, что чувак не берет 120 миллионов гривен, не называя, кто ему их дал. Скажите, без возрождения просветительских проектов на телевидении, на радио, в печатной прессе, возможен переход в новое русло цивилизационное? Думаю, нет. Вы понимаете, в чем... Я, извините, перебью. Есть абсолютно очевидно, что в стране есть такой инструмент, как пропаганда, которым сейчас в это русло пытаются переводить. Да, и набор тезисов тех же «Слава Украине», там «Смерть тем-то за Украину, за победу». Вот насколько это рабочий инструмент и хватит ли его на то, чтобы без просветительской деятельности увести все-таки в новое цивилизационное? Его хватит, к сожалению, скажем так, политическая мысль, государствообразующая мысль в Украине, в независимой Украине никогда не существовала как таковой. Да, вот мы мыслили форматами недели, полутора, месяца, двух. В государстве не было даже, скажем, мне приходилось очень долгое время пребывать параллельно с властью, соприкасаться с высшими эшелонами власти. И что меня в первую очередь когда-то испугало, когда я добрался уже почти до самого верха. Мне все время до этого казалось, что существует некий кукловод, существует некий ктулху, который дергает веревочками и политики пляшут, там олигархи. Самое страшное – заглянуть за кулисы и не увидеть там никого. Анархия? Не анархия, а… Ну, цеховая такая, цеховая анархия. Село. Не, немножечко, да, вот немножечко такой вот уровень. Село, оно может существовать без селерады, да, потому что там урожай какой-то будет собираться, но село никогда не станет городом без некоего управленческого центра. Без, точнее, не управленческого даже центра, а без идей, направленных на уровень 3, 5, 10 и даже 100 лет, или как в Китае на 300 лет. У нас это не практиковалось. И, к сожалению, исходя вот из того, как мне приходится контактировать, опять же, с высшими эшелонами нынешней власти, нету тенденции и у нынешней власти даже задуматься над теми проектами, которые рассчитаны более чем на один или на два месяца. Исходя из этого и выстраивается пропагандистская система, которая выручала некоторое время, пока люди не задавали вопросов. Да, вот пока, вот все, есть война, вопросов задавать некогда. Когда война в той или иной мере заканчивается, и когда, в принципе, с надеждой, а во многом со страхом, прогрессивное и непрогрессивное человечество ждет возвращения десятков тысяч непонятных им людей, потому что те люди, которые находятся на войне, они в Фейсбуке понятны, на уровне нескольких фраз понятны, но это иной тип человечества, точнее несколько иных типов человечества. Это человек, который и умер, и убил, уже даже если он не видел, кого он убил и попал, и даже если его даже не ранило, но он уже смирился с тем, что он мертв, и он смирился с тем, что он убил. И, возможно, где-то когда-то он совершил произвол, где-то оправдал этот произвол, и где-то привык к тому, что весь мир строится на этом. Тогда, а общество сейчас уже начинает задавать вопросы, а что дальше? А концепции им, даже намека на концепцию не предложены. И в той ситуации, когда идет очередная смена внутри государственной формации, потому что смена Януковича на некое другое правительство вроде бы произошла, там некая видимая смена формации, а сейчас происходит следующее, потому что происходит такое новое движение народов, потому что те люди, которые сейчас придут с Востока, это сродни новому движению народов, потому что это придет новая прослойка пассионариев, а пассионарии это не хорошо и не плохо. Это просто по-другому. Это по-другому. И к этому другому нам нужно внутренне задавать вопросы и предполагать уже какие-то ответы, которые будут поставлены обществом в новых условиях. Иначе мы не построим цивилизацию, иначе новую цивилизацию, я имею в виду даже не с нынешними политиками, иначе не будет даже надежды, что эти политики, которые пришли, сменятся на нечто более цивилизационное иное. Потому что общество само еще не проецирует тех вопросов. Я их задаю себе, вы их задаете себе, но поле задавания подобных вопросов еще не выведено в формат общенационального диалога. А если человек... И общенационального понимания, конечно же. Без диалога не возникнет соответственное понимание. Но 90 же процентов людей сейчас в стране искренне до сих пор верят, что это свергали Януковича. И претензии, почему возможен реванш и откат назад к тому цивилизационному направлению, по которому Украина шла до этого. Потому что реваншисты на фоне экономической ситуации запросто могут все это вернуть. То есть все же... Ну, я только еще победил, и стало хуже, давайте же его вернем. И подлитавры, это во многом может произойти подлитавры. Потому что почва для этого не то, что подготовлена. Она, по большому счету, можно сказать, никуда и не исчезала. Она всегда была, эта почва для врачей. Ну, конечно, это чисто человеческое понимание. Это быт, это быт, конечно. Это почва, это быт. То есть люди, которые обеспокоены именно бытовой ситуацией своей. Иное дело, что те люди, которые, в принципе, должны нести моральную ответственность, а я сейчас говорю уже не о власти. Власть всегда глупа. Скажем, власть в большинстве своем недалека. А те люди, которые находятся во главе рычагов средств массовой информации, они должны, у меня даже была когда-то статья, что телевидение должно быть умнее, чем власть. Просто, ну, обязано быть умнее, чем власть. Потому что телевидение и средства массовой информации, особенно солидные средства массовой информации, должны идти на несколько, думать на несколько шагов вперед, для того, чтобы подтягивать... Вот, извините, я даже там сбился с мыслью, я вернусь. Со смертью Зинченко и с уходом из активного телевизионного процесса Роднянский, людей, которые более-менее там стратегически мыслили, пришли к власти в телевидение, на всех каналах практически, пришли люди, которые не только начали гнаться за вкусом аудитории, когда появились окна там и прочее, они начали обгонять аудиторию в понижении, в занижении вкуса. Они начали готовить подобное...